Это мой Торо Боро бургер с Марсом. Хотя же я не футблогер. И нельзя будет там так ураганить. Здесь обычно я с белкой играю. Может быть хотя бы это вам поможет как-то избежать подобных ситуаций, как у меня. Наконец-то добрался до Праги. Привет, ребят. Меня зовут Степан, мне 20 лет. Я сейчас управляю тремя бизнесами, один из которых международный. Хотелось бы сделать мой канал таким, чтобы он не был просто как голая теория. Сейчас на Ютубе очень много блогеров, которые просто говорят о том, что нужно зарабатывать, нужно стремиться к чему-то добиваться. Я никогда не стал бы так говорить. Я всегда привык добиваться и прежде всего работать. И доказывать не словами, а делом. Я бы хотел, наверное, вместе с вами пройти этот путь. У меня есть что рассказать. У меня есть много информации, которые я хотел бы с вами поделиться. Я бы очень хотел быть с вами в плотном общении и получать обратную связь. Сегодня мы стартуем. Это наш первый выпуск. Поехали. Нашел. Сейчас выдвигаюсь по делам. Сегодня воскресенье. Весь город выглядит примерно так. Застывшим. Ну, в принципе, это вообще специфика Европы. Потому что в воскресенье здесь никто не работает. Все закрыто. Все магазины. Не то, что в Москве. 24 часа в сутки можно что-то купить. Будь то шмотки или еще что-то. Вообще, в самой Европе очень большой популярностью пользуется сервис каршеринга. Как и в Москве, в принципе. Но здесь это действительно оправдано. Потому что одна поездка на метро в Гамбурге стоит 3 евро 20 центов. Куда бы ты ни поехал. Мой бургер. Это мой Торо Боро бургер с Марсом. Первый раз буду кушать бургер с шоколадом. Ну, что могу сказать. Очень вкусно, но при этом очень необычно. Потому что сочетание мяса и шоколада не всем нравится. Но мне понравилось. Поэтому всем рекомендую данное заведение. Называется Тхаумку. Находится где-то в районе Бармбегзуд Гамбурга. Так что, если интересно, могу написать какую-нибудь рекомендацию. Хотя же я не футблогер. Здесь очень система экспертофоров. В принципе, сейчас уже во многих городах стали сделать такие старт-стоп штуки, чтобы пешеходы могли перейти. Если говорить про каршеринги, то я всегда пользуюсь каршерингом Car2Go в Европе. Потому что мне только 20 лет. И во всех других каршерингах с 21 можно только арендовать машину. Ну и вообще, в принципе, Car2Go прикольный, потому что у него лизинговая договоренность с Мерседесом. Вводим пин, который отражается здесь. Это очень удобно на самом деле. Вводим его в приложение. Дверь открывается. Дверь открывается. Все. Опа. Движение в Гамбурге очень спокойное, очень тихое. И тем, кто будет приезжать из Москвы и арендовать здесь автомобиль или какой-либо другой транспорт, вам будет сложно сначала по привыканию. Здесь, на самом деле, вообще совершенно другое движение, нежели чем в Москве. Здесь ездят все спокойно. И нельзя будет там так ураганить, как можно ураганить на московских улицах. Вообще машинка вот так вот выглядит. В общем, все прилично. Чисто довольно-таки. Вот, сейчас едем в банк, снять денежки. И завтра я улетаю с утра в Прагу. В командировку до субботы. Там у меня много планов. Еще, может быть, удастся посетить выставку по криптовалютам, которую организовывают, кстати, русские ребята. Есть еще один лайфхак от меня. Если вам нужно на короткий промежуток времени зайти куда-то, как у меня в банк, к примеру, то, чтобы не платить больше, лучше снять аренду и потом заново забронировать. Но я думаю, что это многим и так понятно. Но на всякий случай. В таком вот райончике у нас находится офис. Очень тихо, спокойно. То, что надо на самом деле. Когда ты выходишь на улицу подышать, немножко расслабиться. То, что нужно. Такая вот природа. И аэропорт совсем близко. Проходим. Пришел вот офис. Сейчас сделаю пару дел. Так вот выглядит наш офис. Очень уютненько и симпатично. Здесь обычно я с белкой играюсь, которая приходит смотреть, как я обедаю. Когда у меня будет своя фирма, собственно, большая, то я всегда буду требовать сотрудников, чтобы в начале дня, в первой половине дня они всегда приходили ко мне, если у меня будет такая возможность, и докладывали о своих задачах, о своих KPI, чтобы по словам, как по словам основателей группы «Этажи», можно было давать людям работать. Потому что они, к примеру, за полчаса могут делать одну задачу, за три часа другую задачу, и за пять часов закрыть все задачи, которые у них стояли, допустим, на сегодня. И если им необходимо, они могут просто пораньше уходить домой, заниматься какими-то полезными делами, и не отсиживать лишний раз несколько часов в офисе, которые все равно потом ничего не принесут, лишь бы отсидеть. Самый большой кайф по поезду в Германию, в частности, в Гамбург, когда садишься за руль, потому что здесь совершенно нету пробок, ну, почти никогда не бывает пробок. Вот так вот здесь движение регулируется. Тут стрелок нету, ездишь только тогда, когда машина все проедет. Сегодня, значит, была ситуация, с утра должен был лететь в Прагу, в командировку, и из-за того, что здесь совершенно нету пробок. Я не успел никак попасть на рейс, поэтому поехал потом на вокзал, купил новый билет на поезд. Сейчас с двумя пересадками еду в Прагу уже на протяжении 6 часов. И всем рекомендую не повторять мои ошибки. Всегда перед выездом чекать гугл-карты, даже если вы за границей, потому что здесь, естественно, никакого Яндекса нету. Может быть, хотя бы это вам поможет как-то избежать подобных ситуаций, как у меня. Вот такая здесь красота. Это рядом с Карловым мостом. Там вот находится Карлов мост. Если видно, то наконец добрался до Праги, только пришел в себя, сделал пару дел, поработал, и сейчас выдвигаюсь покушать вкусную традиционную кухню чешскую, и завтра уже у меня с самого утра будет встреча, к которой я тоже сегодня подготовлюсь вечером. И, наверное, секрет успеха каждой встречи включается в том, что чем тщательнее вы к ней готовитесь, чем тщательнее вы выбираете рэперные точки вашей беседы, тем эффективнее она у вас пройдет. Какой он здоровый! Ребята, всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, нажать подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы с Левочем вас благодарим. До встречи в новых выпусках! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...